Сегодня у нас будет миленьший челлендж, попробуем не совпадать, ну в течении всего видео, значит у меня 2 поделителя берем, ну, 7 лайков, выпускать снова челлендж, погнаем. Так. Угу. Ммм. Покажите, пожалуйста, босы из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их. А у тебя денежка есть? Вот этого хватит. Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Обжала такая, и что? Здравствуйте. Здравствуйте. Эти босы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине, это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бос из настоящей бирюзы. Это на мне по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Обалдеть. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Пока что нормально. Опа. Опа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты остановился на краю обочины. Дверца машины распахнулась, и ты бросил мне палочку. Я бежал, бежал за ней. Я ее нашел. Но когда я вернулся, тебя уже не было. Охваченный паникой, я принялся бежать изо всех сил вдогонку. Но это было бесполезно. День и до дня я становился все слабее. Ко мне подошел какой-то человек, надел мне нашу веревку. И я оказался в клетке. Там я ждал твоего возвращения, но ты так и не пришел. Дверь клетки открылась, но это был не ты. Это был тот человек, что подобрал меня. Он привел меня в комнату, где пахло смертью. Настал мой последний час. Дорогой хозяин, я хочу, чтобы ты знал, что несмотря на то, что ты со мной сделал, твой образ был у меня перед глазами, когда я спускал последний вздох. Если бы я мог вернуться на землю, я сразу прибежал бы к тебе, ведь я люблю тебя. Давай, выбирай себе чучело и поехали отсюда. Фу, они все стрёмные и воняют. Я хочу собаку. Я тебе сказала, что в моем доме не будет никаких собак. Если она изгадит шерстью всю квартиру, ты вылетишь из дома вместе с ней. Его купила девушка на птичке. Щенок был счастлив и хотел лизнуть. Его продавший скупщик по привычке, взяв деньги, постарался улюзнуть. Она была в восторге, улыбалась. Он быстро рос веселым, не больным. Но с ним оно совсем не занималось. Он вырос бестолковым и шальным. Был баловнем, повесой, шалопаем. Он всех любил и не имел врагов. Встречал и провожал хозяйку лаем, и терпеливо ждал ее шагов. Хозяйке нравилось, когда они гуляли, что замечают все эти перье. А если к ней когда-то приставали, пес смело заступался за нее. Ему дрессуры трудно доставались. Он всех любил и всех хотел лизнуть. От всех команд, которые давались, всегда старался тихо улизнуть. Тогда хозяйка в клуб вступить решила, чтобы на вопросы все найти ответ. На выставку пойти с ним поспешила, ведь он красавец, в этом спора нет. На выставке он в ринге шел последним. Он рад был всем и поводок тянул. Судья сказал, оценку дав соседним, что до стандарта он не дотянул. Там всем подарки разные дарили, и с ринга не ушел никто пустой. Его же с ринга просто удалили. Сказали, непородный он, простой. Сказали, что ходить он не умеет, что хендлер из хозяйки никакой, что судья понятия не имеет. Представлен пес породы был какой. Она его от злости отхлестала. А вон чудак понять никак не мог, за что его любить-то перестала. И угодить хотел, как только мог. Сначала его думала продать, потом хорошие искала руки, потом решила хоть куда отдать, кому угодно, лишь бы на поруке. Пес вырывался и истошно выл. Был бит, жестоко и неоднократно. Но все равно хозяйку не забыл. Скулил и выл, и звал ее обратно. Пес всех любил, и охранять не мог. Он только выл с тоски на всю округу. Терпел хозяин новый, сколько мог, потом отвел к ветеринару другу. Над псом склонился со шприцом детина, чтобы закончить пса короткий путь. И равнодушно дозу детилина поднес к собаке, предложив уснуть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прикольно. Прикольно. Надеюсь, всем ответ держать придется за то, что каждый в жизни натворил. И нам когда-то встретить доведется тех, кто при жизни нас боготворил. Ответ держать за тех, кого учили, за тех, кого разводим, продаем, за тех, кого когда-то приручили, за тех, кого мы часто предаем. Друзей не выбирают ради моды, ведь красота душевная, без лиц. И верность не зависит от породы, а преданность собачьей без границ. О, первое место. Да. Когда-то давно я жил в стареньком доме. С тех пор пролетел не один уже год. И всем его жителям было известно, насколько уродлив был местный наш кот. Уродливый кот был всегда узнаваем. Он был одноглазый и с ухом одним. И знал он, как трудно на свете бывает, когда ты один и никем не любим. Оторванный хвост и поломана лапа срослась под каким-то неверным углом. И множество шрамов. А был он когда-то приятным на вид полосатым котом. Кота никогда и никто не касался. Бутылки и камни бросали в него. Водой ледяной поливали из шланга, пытаясь прогнать со двора своего. И лапы ему защемляли дверями, когда он пытался войти в чей-то дом. Страдая от боли, зализывал раны. Уже много раз он по чьим-то окном. Но все удивлялись, насколько отважен был этот невзрачный, уродливый кот. И если из шланга его поливают, он мокнет покорно, но не отойдет. И даже когда в него что-то бросали, он терся о ноги, о ласке прося. Увидев детей, он бросался за ними. Мечтал о заботе. Да только вот зря. Не мог он понять, почему в целом мире не встретить того, кто бы смог приютить. И хоть он уродлив и грязен снаружи, но с чистой душой. И умеет любить. Однажды кота покусали собаки, что жили напротив, в соседнем дворе. Послышался лая и о помощи крики. Спустился я вниз. Кот лежал на земле. Уродливый кот был ужасно искусен. Все тело в крови. Он почти умирал. Пытаясь укрыться от страха и боли, свернувшись в клубок, неподвижно лежал. Он знал. Наступает конец грустной жизни. И след от слезы пересек его лоб. Я нес его в дом. Он хрипел, задыхался. Мне стало вдруг плохо. Меня било зно. Я чувствовал то, как ему было больно. И как тяжело ему просто вздохнуть. Но вдруг он к лицу моему потянулся. И робко меня попытался лизнуть. От слез задыхаясь к нему я прижался. Прильнул он к ладони моей головой. Его добрый глаз вдруг ко мне повернулся. И кот замурлыкал. Почти не живой. И даже сквозь самые сильные боли просил этот кот лишь о капле любви. О капле сочувствия, что в этой жизни мы доброе сердце сберечь не смогли. Я в этот момент неожиданно понял, что самый красивый и любящий тот, кто смотрит сейчас на меня, умирая. Обычный, уродливый, уличный кот. Впервые он чувствовал чью-то заботу. Нашел он того, кто сумел полюбить. И счастлив, что встретил того, кто смягчает, а не пытается боль причинить. Он умер чуть раньше, чем мы были дома. Я сел у подъезда с котом на руках. Держал его долго, пока не стемнело. В душе поселились тревога и страх. Ведь я осознал, что несчастный калека меня изменил за один только миг. Он мне сообщил о страдании больше, чем тысячи лекций, уроков и книг. Он мне рассорапал не тело, а душу. И пусть в моей жизни немало забот, но я к одному только буду стремиться. Учиться любить, как уродливый кот. Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До встречи, всем пока. Надеюсь, вы не проиграли мини-шеллендж. И вам было интересно за мои реакции смотреть. Ладно. Короче, те, кто проиграли мини-шеллендж, ставьте лайкосы. А те, кто выиграл, просто пишите комментарии, что это видос круто или просто полная фигня, или круто, но очень обидно. Ну, короче, как вы думаете, так и бежите. Ладно, все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok